ну что же продолжение от инфинитум не самая простая игра на самом деле мне конечно интересно будет дальше но есть мне некоторые такие интересные моменты которые сильно гоняют в депрессию само собой разумеется сам сюжет там благоволит вот эта кукла которую мы видели в нашем доме а именно в гостинице которая принадлежит нашим родителям это кукла которую создала наша мать магдалина насколько я понимаю насколько я помню сейчас уже новый год уже прошел друзья с новым годом вас надеюсь у вас не такое начало нового года как у меня но тем не менее тем не менее хер его знает здесь еще вот петух находится я в общем в окопах последний раз да я остановилась в этом самом состоянии вот она сможет подтвердить что мы остановились здесь на этом моменте на моменте окопов не очень интересно как идет запись но вроде идет ладно я записываю в этот раз с помощью другой программы потому что что-то в бс мне не нравится она сильно затемняет видео я пока что не могу понять причину но там что-то с фильтрами нужно работать с фильтрами нужно очень много настроек менять я это не люблю я просто хотела бы сесть до играть и чтоб все все это было то есть записано газовая атака на французском написано моих моих товарищей больше нет когда немцы ударили газом все начали срывать себя маски газ выжигал их легкие они так кричали будто свиньи на убое они все мертвы сравнение знаете ли сравнение то еще словно их никогда и не было я не снял противогаз но едва могу дышать господи помоги на отлично отличное начало нового года мне нравится да очень символично фигурка деревянный петушок наверное его вырезал французский солдат короче говоря я немецкий военный ну то есть мы йоханнес шмидт по моему который оказался в общем то уже в окопах своего врага здесь у нас флаг флаг имеется соответствующий какие еще и какие еще элементы я могу подобрать осмотреть нет больше ничего нет надо двигаться дальше фотография что это для его на французском моя милая вон считаю дни до нашей следующей встречи здесь все все не так уж плохо не ведь тому что говорят много шума из ничего скоро все все это закончится и каждый день я каждый день играю нашу песню будь смелая родная я тоже не подведу ради нашего кудрявого золотца поцелуй ее от меня люблю тебя твой оскар еще один отец еще одного ребенка кудрявого золотоволосого что у нас здесь кукла здесь тоже можно взаимодействовать верно рассмотреть кукла пронизывает тебя взглядом я так не сказала скорее она нас смехается над нами вид у меня такой будто растебется дальше идти нельзя здесь колючая проволока следовательно у нас лишь одна дорога это я уже смотрела газовая атака что больше ничего тут нет полезного на вроде как нет вроде как все смотрела ну ладно вроде как здесь жетоны еще были были жетоны его французских военных я вроде как собрала ну ладно хорошо двигаем же здесь можно не разбивать собственно эти доски можно легко пролезть под ними почему я перешла к другой проги оба ска сильно затемняет затемняет видео и его практически то есть слышно только мой голос и кромешная темнота конечно я попытаюсь обработать данное видео при монтаже но тем не менее это сильно сильно замедляет выпуск видео и вообще сильно усложняет сам процесс я понимаю что на этом канале совершенно никого нет но тем не менее для меня это все еще важно для меня это все еще важно да я хотела бы чтоб все выглядело нормально для меня не для вас для меня такая вот история la chanson de crow one crow one на французском мы умрем на исходные недели мы вернемся туда где нужны назад в сырые траншеи иначе не выиграть нам войны но с нас хватит мы сыты по горло мы устали чеканить шаг со слезами в глазах и сердцем скорбным мы оставшимся скажем прощай нам не нам не бьют барабаны и рок не трубит мы идем склонив головы до земли прощаемся с жизнью с любовью прощаемся прощаемся с женщинами возвращаемся туда где мы встретим конец к этой ужасной войне нам в караоне не на голом плато там в краоне на глон на голом плато мы свои кости положим это смертный для нас приговор нас принесли в жертву безбожно ой господи почему это мне так сильно напоминает сейчас события на украине напоролась на что-то ладно иди уже ведь уже вперед пожалуйста пригнись не знаю что тут происходит тем более нас здесь вот такие вот странные убежища предоставляются это такой небольшой намек как мне кажется на то что нам предстоит здесь прятаться здесь кто-то есть кто может нам сильно подпортить жизнь и вот здесь мы можем прятаться чтобы выйти из землянки землянки здесь есть такие вот странные маленькие норы опасные норы при взрыве серьезном взрыве от врага мы серьезно можем пострадать потому что эта фигня она не выдержит она завалится она брошится прямо нам на голову ну и вообще траншея сама по себе очень странная учитывая вот эту плетенку вы представляете сколько нужно времени сколько часов и труда дней нужно чтобы вот это вот все сплести на самом деле это не так уж просто как кажется звук странный по моему звук потихо звук стал тихо что-то приближается возьми кирку это не кирка блин это туннель на французском наш туннель почти доходит до немецких траншей пока мы копали то слышали странные звуки капитан считает что больше копают нашу сторону чтобы пустить под по тоннелям газ теперь мы копаем только по ночам и как можно тише но и конечно держим ружья на готове на view смотрите так и обе стороны понимает что ночью надо работать поэтому очень странно что вы копаете по ночам они тоже копают по ночам уверяю вас вы что же думаете что они ночью спят что ли сомневаюсь очень сильно сомневаюсь ладно как тихо стало знаете это тишина пугает погромче погромче шума и музыки еще одна землянка где можно спрятаться но от кого табуреточка какая-то какой-то странные ну не странные военные скорее всего военные пищевой набор сюда можно супчик на насыпать здесь вилочкой ложечка должна быть но это было только за рубежом то есть у западных союзников у нас совсем другие были наборы у нас вообще еда не было нахуй потому что мы отправили ее как раз таки союзникам пролезть нельзя можно можно опять-таки провести мне нравится разработчики молодцы на самом деле посмотрите здесь и здесь есть два варианта вы можете либо как варвар какой-то рубить здесь прохода себе либо по-тихому пройти внизу а вот это вот интересно да интересно когда на нас нападет враг а здесь непременно есть враг я уверена то здесь можно проскользнуть внизу может надо было все таки прорубить и фиг его так было бы удобнее когда сейчас будем убегать я так думаю о землянке заходи в землянке чтобы укрыться врагов вы видели там произошло сохранение это плохой признак сохранение всегда предупреждение топоты крики на французском я слышал этот звук топоты крики с каждой ночью он все громче и громче это не просто враг это звуки из-под земли из самых темных и и глубин овраг хи овраг финн что ни те ни другие нам не друзья ну ладно рубить пока что не буду шуметь не буду окей ох ты ж бляхомух ах ты ж блядина такая да здесь присутствует мат именно поэтому в начале видео я оставлю предупреждение да я матерюсь редко но тем не менее матерюсь лошадь это мертвая лошадь здесь кто-то ну то есть не кто-то каким-то образом во время взрыва видимо погибла лошадь она помогала врагу или нам блядь короче это лошадь помогала нам достигнуть нашей цели что это вот это вот что а нет я ведь вроде как убила матер печали до предыдущей части предыдущей главе я убила с помощью своей кирки я убила матер печали матер скорби все такое вот это вот что нет кстати я не могу назвать к сожалению в связи со своей амнезией ну то есть я уже довольно таки древний человек мне уже много лет что я хочу сказать есть картина апофеоз войны есть картина апофеоз войны я не могу назвать к сожалению художника но она довольно таки знаменитое произведение полотно оригинал находится по моему действительно во франции не у нас а может и у нас я не знаю извините я не настолько образованный человек но тем не менее вот это вот гора трупов она напоминает именно данное полотно апофеоз войны но здесь нам нужно взаимодействовать с одним конкретным телом которое находится в маске которые обнажены в отличие от мертвых солдат мне это совсем не нравится у меня подозрение что это мать скорби номер два которая сейчас будет гоняться за нами по всем этим туннелем вероятно я зря не сбила эти доски теперь у меня будут проблемы когда я буду убегать ладно поздновато бить в колокола говорится поздно пить боржомы когда почки отказали окей хватит хватит срать в штаны откладывать кирпичи просто разбуди это чудовище и начинай бегать как тварь по всей локации почему я смотрю постоянно в эту сторону вы должны понять что я просто наблюдаю за временем наблюдаю за временем которое у меня всегда ограничено к сожалению вот такие вот дела а хочется поиграть от души вот засесть на всю ночь и наяривать наяривать и наяривать если что я разговариваю только исключительно с самой собой других друзей у меня нет вот такая вот херня окей приготовилась готова трогай трогай сейчас 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 у противогаз семнадцатого года у этого противогаза усиленный фильтр созданный специально для защиты солдата от нового немецкого вещества проходящего через маску и я только не надеваю эту херню аюх аах аах ах аах 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 а Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. С**sa-ухa-хе. Я убита? Я убита? я хочу сделать нет 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 да ну нафиг пожалуйста сначала землянки заходи в землянки чтобы спастись да захожу я в ваши землянки мне это никак не помогает дружище вообще никак нигде никак и нигде это мне не помогает невеликолепно просто великолепно учитывая мою память куриную вы должны понимать насколько все сложно насколько все сложно насколько все невозможно менее 15 минут супер А, блядь, 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 блядь. Хорошо. Хорошо, Томми Вайсо, наверное, Томми Вайсо, в какую сторону, блин, все это оценил бы. Да нет же, пригнись. То есть, смотрите, что-то новое появилось. Да нет, я отсюда пришла, верно? А как я могла эту херню пропустить? Или я не пропускала, или я настолько... А, блядь. Вот. Давай, побежали. Надо осмотреть все туннели заново. По-моему, маски у нас в данный момент нет. Следовательно, мы не... Да-да-да-да-да, вот это. Офиговина, окей. Хорошо, возвращаемся, короче говоря, к пункту... К пункту выдачи люлей. К пункту выдачи проблем. А именно сюда возвращаемся. Там еще какой-то марево-гарево. Горит что-то. Ну, взрывы произошли. А пока что тихо. Затишье. Затишье и мухи. Ты бери уже, блядь. А-а-а-а! Как не что?! я твою мать сука так стопе 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 я поняла фишку в общем все понятно 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 что вот меня требуется все ясно я поняла ваш намек по тихому пройти не пройдет не по мне пройдется не получится не пройдется и не получится пройти по тихому наломай все что об этом собственно видимая речь в данной локации о том что пройти по тихому ее не получится здесь нам нужно нужен свободный проход так что либо прятайся вот сюда надо добежать она сюда не пройдет мне кажется или пройдет хер и а может и пройдет я фига есть вот прятки следовательно давай разбей все отсюда нас не выпустят да не выпустят меня отсюда давай это просто невозможно вот собственно у нас ограниченная территория по которой мы можем бегать в свободном полете как птицы перелетные прятаться можем здесь к сожалению придется пригнуться убежать да как бежать блин ну не работает вы застройки постоянно вот тут немножко под проблема как мне кажется вот не стоило так делать это сложно сложно понять сложно принять и только за несколько заходов можно преодолеть данную локацию данную территорию мне интересно запись идет вот это разбить можно нет нельзя тут нужно нужно что-то покрупнее что-то гораздо более крупное чем мы себе можем даже представить здесь я разбила преграды то есть у меня здесь открытый путь верно больше туннелей нет землянки да я поняла землянки окей снова я здесь рядом с костями лошадей людей мне нужна маска чтобы забрать маску нужно сразиться с неким чудовищем которое сейчас нас будет с санными тряпками гонять по всей этой траншеи французская траншеи куда я немецкий военный смог проникнуть я не могу понять вот это вот бегать да вот это вот бегать окей вот это вот пригнуться хорошо но почему кнопка бегать у меня не срабатывает с первого раза ее нужно несколько раз прожимать чтобы все сработало давай а с чем мне не нравится звук у меня такое впечатление что звука не хватает а а надо было не прятаться надо было ёб твою мать простите за данный мат простите но мне надо было не прятаться надо было убегать надо было дважды дважды запись в дневнике а ну-ка она может вернется обратно на свою ложе к трупам она идет да 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 идет по моему я что-то слышала проходи обратно собака я слышу что-то блин теперь я не знаю где она находится ёперный театр если я выйду отсюда из своего укрытия я не знаю где она находится там два разветвления а она может застать меня врасплох и конечно же застанет блин а мертвец а да нет не пригинайся беги противорублен это чё то новенькая нет она мне ой оно мне новые новые локации раскрыло. Она раскрыла мне новые локации. Это означает, оно где-то здесь. Йохан, и баба траншеи. Траншеи, я под землей. Смотрите, друзья, мы под землей, и выхода отсюда не будет. Мы переходим на следующий уровень. Но, тем не менее, оно здесь. Оно нам проломило выход отсюда. А как оно вот здесь протиснулось? Короче, эта сволочь где-то здесь бегает. Трёкголовый пёс. Трёкголовый пёс. Насколько вы знаете, это называется Цербер. Адский пёс, который охраняет, насколько мне известно, девятые врата в ад. Оно охраняет девятые врата ват, и чтобы пройти мимо него, надо постараться прям как Гарри Поттер. Бляха. Гарри Поттер сталкивался с такой же проблемой, но он её успешно преодолел, потому что он волшебник, а вот ни таких возможностей, как у него, нет, к сожалению. Совпадений не бывает. Выходит, назначение нашего нового комп... компания Форэр не было совпадением. Конечно, это он. Кто ещё? Наш новенький лейтенант. Отец признался мне в Берлине, он подёргал за некоторые ниточки в верховном командовании Йозеф фон Шмидт. То есть, наш брат младший Пауль, насколько мне... насколько мне не изменяет память, Пауль младшего брата зовут, он попал сюда в качестве командующего лейтенанта, именно потому что у нас отец генерал там в высоких чинах подёргал за нужные ниточки, и вот вам результат проигрыша. Результат проигрыша. Людей на войну нужно отправлять только в том случае, если они действительно опытные, если они действительно дают какие-то надежды на успех. Но наш Пауль, он юнец, юнец, малец, на игре не дудец. Поэтому вот такие вот результаты херовые. Обвинили в этом, к сожалению, у нас Йоханнеса, главного героя, я так понимаю. А, Болеея... Что за чертовщина здесь творится? Сделай скриншот скорее. А при... Пёрнул кто-то? Это пёрнул я, судя по всему. Не смешно, нихуя. Не смешно. Есть жетоны, есть что-нибудь, чем я мог бы пополнить свой инвентарь. Ой, блин, страшноватая игра, страшненькая, если честно. Что там со звуком? Я хотела как раз-таки вернуться к звуку, потому что я его уменьшала, уменьшала, и теперь в конечном итоге мне его не хватает. Что? Полные эффекты. Не, голоса мне достаточно, наверное, даже лучше применить. Назад. Ещё, ну, то есть я пока что продолжу, конечно, но у меня такое впечатление, что всё-таки с гаммой какие-то проблемы. Теперь мне очень светло. Когда я записывала ОБС, мне было очень темно, теперь мне очень светло. История та ещё. Как тихо. Так, оттуда я пришла, перестань. Перестань тупить. Смотри по сторонам как можно внимательнее. Тебя сейчас здесь накроет какой-то пиздец, я тебе гарантирую. Я зуб даю. Самый-самый тот, что коренной. Самый-самый тот, что старый, стёртый. Пригни... Пригни голову. Это на самом деле самый страшный момент в игре. Как мне кажется. Вот эти замёрзшие рубашки, которые как будто обледенели и не развиваются на ветру. На ветру. Блядь, я теперь ещё и в маске. А фильтр кончает? Ах ты ж, сука. А фильтры здесь кончаются? У меня такой вопрос. Вот, никогда не закончится. Что со мной будет-то? Иди, стой, дай... Смы... Я, блядь, не понимаю, как снять. Прошло уже или нет? Нет, блядь, не прошло. Одевай обратно. Вот, блин, да пройди уже. Я... Я просто пытаюсь отвратительно, каких ещё ужасных чудовищ стоит ждать от врага. Мёртвая, зато ты живой. Вот что важно. Я... Я ни черта не вижу. Вот это вот важно действительно. Да я не вижу ни хрена, вы чё? Гнев. Я пытался объяснить, что мать беспокоится о нём. Что он оказался здесь только из-за старания отца, но он не хочет слушать меня. Он считает, что заслужил право сражаться на войне, что оказался на фронте благодаря собственным заслугам. Да, он даже не знает, что такое война. даже сейчас в траншеях он отказывается видеть правду, хотя она прямо у него перед глазами изуродованная, разлагающаяся, выжженная огнём и в измолвно молящая пощаде. Йозеф фон Шмидт. Чего я только что прочитала? Я керва. Лестница смерти. Где она? Куда? Кельский... Кельский... Где лестница смерти-то? Мне надо просто уйти с этой территории, потому что я пригнись, ни черта не вижу. На передовую. Да, погнали уже. Можно мне как-то перейти на следующий уровень? Я вас умаю... Господи. Всё, можно снять, прошу вас. Мне действительно стало легче дышать. И сейчас меняет чудовище, которое мы встретили в начале головы, нагонит меня трёхголовая тварь и буду я знать, как глубоко дышать. Нет, не отпрыгнись. Давай потише. Хотя я, конечно, понимаю, что мне не удастся. Сохранение, блядь! Мне не удастся пройти мимо этой твари, но всё же Кельский проспект. Сюда мы и двигались, верно? Что-то вроде лазарета здесь можно было бы отдохнуть. Здесь колючая движущаяся проволока. Она нам никак не позволит пройти дальше. Это всё как бы замкнутое пространство. Тут ничего. Здесь только кровь и следы смерти. Ничего нет. Окей. Ладно, тихо, 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 тихо. Будем надеяться на лучшее. Вот здесь где-то я видела табличку какую-то сверху. Сверху я что-то видела, но я... Вот тут вот, да. Это что? Большой Перекрёсток. Понятно. Это что? Командный Бункер 61 и Кирский проспект и Кваронки. Вот это вот Кваронки. Кваронки пройти нельзя. Здесь у нас Сайлент Хилл. От голоса, от звуки Сайлент Хилл поселились, следовательно, можно идти лишь в одну сторону, сюда. Нас просто загоняют в угол. В угол наших воспоминаний тростник какой-то, видимо, для постройки этих самых траншей или для согрева, для, может быть, костров. Кавель. Заметьте, что у этих существ нет половых органов, несмотря на то, как они ужасающе выглядят. Есть очень старый фильм, он называется Гемоглобин. Очень старый фильм, вероятно, вы даже на торрентах его не сможете найти, это фильм ужасов, называется Гемоглобин, вот там вот такие вот существа обитали под землей, охотились на людей на таком закрытом острове, туда приехал парень вместе со своей невестою. офицер, кто вас здесь? Это ты солдат? А с кем я говорю? Где ты был, черт возьми? Эм, снаружи. Ну? Так, оу. стой на месте чертов предателя, офицер вонючий ублюдок, я должен был понять, что тебе нельзя доверять. Я тебе лекарства принесу, придурок долганный. Что не так? Говоришь, ты не... Я поговорить пыталась, урод! Я пыталась доказать тебе, что со мной все в порядке, ты придурок, какой же ты придурок. Хорошо, мы добрались до того офицера, которому пытались изначально помочь, из-за которого мы вышли из бункера и отправились искать Морфий. Морфий мы нашли и нашли вот этого придурка теперь, но у него видимо ему стало лучше, скорее всего ему полегчало. А, я опять в самом начале. Ему полегчало, но не очень сильно. И теперь он ведет себя как натуральная стрелочь. Хватит! Вам меня делать как уродище! Что за... Кто здесь? Это ты солдат? Где ты был, черт возьми? Ну, язык проглотил. стой на месте, чертов предатель. Вонючий ублюдок, я должен был понять, что тебе нельзя доверять. Что не так? Что это другое хотел услышать, что ли? Делай глубокий вдох. Офицер делает глубокий вдох. Я хотел бы тебе доверять, правда, но моя миссия превыше всего я никак не могу рисковать. Чертовы тупые нацисты. Захвати склад со взрывчаткой. Что какие еще будут пожелания? И еще принеси мне доказательства, что тебе можно доверять. Покажи, что ты не заодно с врагом. Я принес тебе морфий, говна ты кусок. И что мне не придется вести эту проклятую войну? Иди. Да в жопу ты иди в жопу. Козлина. Какая тупость. Ну и сдохни там. Ты ранен? Вот вздыхай. А я отправлюсь, я не знаю. Даже можно было бы сдаться в плен. Все лучше, чем с такими идиотами работать. Запись в дневнике. в дневнике. Хорошо. Главное не встретить цербера. Трехголовое чудовище. Потому что я без понятия что с этим делать. Ворота. Ворота. Хорошо. Ворота. Вот так ворота. Кстати, давненько я не сталкивалась с жетонами. Жетоны означают, что мы собираем какую-то информацию. в данный момент мы никакой информации не собираем вообще. Мы просто пытаемся выжить. Это означает, что основная миссия и босс файт очень даже таки рядом. Сюда можно пройти. Да, 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 да. Сейчас подойду к воротам и вот эта вся площадка превратится следовательно в нашу арену, где я буду сражаться с этой тварью. Это гильза что ли? Да, это гильза от снарядов. Ноздри обжигает запах порок. Увы, от использованных снарядов никакой пользы. ммм. Ну, это как сказать, как сказать. Но я уже забыла, откуда я пришла. Вот это самое плохое. Плохая, плохая, мунице, плохая. Что в письмце? хранилища. взрывчатки поставки оружия и боеприпасов прекратились. Теперь мы беззащитны. Они совсем про нас забыли. я перечитал все, что было в траншеях. Я пересчитал все, что было в траншеях и укрытиях сложил оставшуюся взрывчатку и боеприпасы в новом оружейном хранилище. Главное, чтобы кто-нибудь не начал поблизости играть со спичками. Фальдфебель Брауэр. А, спички ножи есть? Верно. Вроде как были. Вход на склад боеприпасов закрыт. Может, ты найдешь другой способ туда пробраться. Взрыво опасно и не курить. Ох, я уже захотела, я уже захотела закурить. Мне срочно надо курить. Прямо вот сейчас, в этот момент. Здесь должен быть еще один путь. Вот сюда, мне кажется. Это единственная тропинка, по которой я пока что не ходила. Следовательно, но сюда. Красным подсвечено. Ага, великолепно. Просто великолепно, волшебно, неописуемо. И на этом чудесном моменте надо задушать, к сожалению. Давай провалимся уже вниз. Может, сохранение будет. Потому что не будет фигио. Будет. Вроде будет. Хорошо, хотя бы музыка закончилась. Здесь сыр грязный и пахнет смертью, как обычно. Газовая атака на французов, как и было приказано. Великий лейтенант, словно славного германского кайзера, стал применять против французов новый ядовитый газ. Он искренне верит, что если бедолаги умрут в собственных траншеях, мы победим в войне. Он так с собой доволен. Как же он не видит, что против нас целый мир? Неужели он готов всех истребить с лица земли, лишь бы не признавать поражение? Йозеф фон Шмидт. Я была здесь. То есть наш главный герой здесь был. Он все видел, он все знает. Это лишь воспоминания. Славные не очень, но тем не менее на воспоминания. давай, 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 дружище. Пошли дальше. Пошли, пошли, узнаем, что за следующим поворотом. Конечно, там ничего хорошего не будет. Вроде повернула. нормально нормально Окей, дошла я до какой-то точки. В общем-то, я дошла до какой-то точки. К сожалению, сейчас по лестнице поднимусь и все. И все, на этом мои воспоминания на сегодняшний день иссякнут. Иссякнут. Давай, 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 дружище, давай, давай. О, звонит кто-то, уже что-то пошло, пошло дело. Солдат, это я, мне удалось наладить коммуникацию, кто я? Ты вправду собираешься это сделать, да? Может, я ошибался на твой счет? Ты там не один, мимо бункера пробежал какой-то монстр. Он может быть совсем близко. Мне кажется, он терпеть не может газ. Перекрой газопровод и попытайся выманить его к оружейному складу. А потом, судя по всему, взрывай. Я правильно понимаю? Ай, блин, такова задача наша на данный момент. Хорошо, в принципе, понятно. Ага, 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 я решила послушать. А как прекратить? Окей. Вот сюда в щелочку надо протиснуться и пошла поехать. Угу. Откинула нас куда-то в сторону что-то новенькое. Да-да-да. Что-то определенно новенькое. Но я, по-моему, брала эту трубку уже, то есть, я говорила уже по телефону. Такая тема уже была. Ее нельзя взять можно. Солдат, это я. Мне удалось наладить коммуникацию. Великолепно. Офицер, ты и правда собираешься это сделать, да? Далеко меня откинуло, далеко, потому что я помню, что я из этого люка вылезла. Черт знает, где оно все-таки на поверхность. и у нас указание есть от этого слепошарова, который потерял свое зрение во время падения. Я офицер летного училища, я фиг его, короче говоря. И вот он задал мне задачку, что здесь склад боеприпасов, взрывоопасно и угроза взрыва. Также угроза не курить. Это действительно серьезная угроза, раз курить нельзя, млядь. А курить очень хочется в такой ситуации. Назад можно вернуться? Нет, само собой, разумеется, телефон. Телефон, до которого теперь не добраться. Прекрасно. Есть земляночка, где можно спрятаться. По-моему, здесь я и завершила свое путешествие в прошлый раз, но припомнить в точности, что происходило, я, к сожалению, не могу. Дело такое, здесь... А, понятно, понятно. Вот так вот надо сделать, да? Здесь есть чудовище, в общем, трехголовая некая тварь, цербер из ада, которая нам следует победить каким-то образом. Что? Что такое? Нет? Рано или поздно? Да, блин, заперта, дверь заперта с другой стороны. Каким образом она заперта? Подперта, что ли? Обойти надо, в общем. Здесь есть газовые облака, и тварь не любит газ, поэтому она избегает встречи с ним, но... На, ну-ка, я восстанавливаюсь. Вроде когда... Кстати, заметьте, здесь нет шкалы здоровья, нет шкалы выносливости. то есть я так понимаю, что если я не мертва, но ранена, в конце... А, блядь, нехуй! Да давай же! Понятно, понятно, я поняла, поняла, что от меня требуется. А, рано, рано, рано! Рано. Слишком рано вылезла рано. Окей, слишком рано показала свое лицо из убежища на получше. Ну, вообще, я думала, у меня будет возможность обойти. Чудовище не получилось. Не получилось, не фортануло. Окей. Давайте, давайте в этот раз будем более собранными. Я буду более собранной. Окей. А где я? Телефона теперь здесь нет. Чудовище уже снаружи. Стоять. оно там где-то тупает. А как мне от него бегать? Я толком-то двигаться даже не умею. Вы чё? Здесь стелс есть? Присутствует стелс? Нет? Куда я вообще двигаюсь? Я ищу склад с боеприпасами. Он якобы мне должен каким-то образом, в общем-то, помочь. надо шуметь? Нет или нет? Или нет? Или да? Или можно? Или как? Или что? Или где? Оно газ не любит, я правильно понимаю? Там была какая-то записка, в которой сообщалось, улица Гале, путь на Вацман, в которой сообщалось, что тварь не любит газовые облака. То есть, я могу за ними спрятаться? Или что? У него множество ног человеческих как Как будто женских ног. Во всяком случае, это выглядит, как женские ножки! Не вылезай! Нет, нет, нельзя! Да где оно? Разворачивайся! Да, в смысле? Как это вообще работает? Оно должно уйти, ну что? Как я увижу, где оно находится? Оно теперь, в смысле, отсюда не уйдет, да? Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги! Без лишнего шума, но беги! О нет, только не лабиринт, юб вашу мать! Только не это! Сука, я отсюда пришла! Это будет длинное приключение! Это будет очень длинное приключение, я уверена! Я буду здесь бродить до самой старости! Новый год уже, я так понимаю, наступил! И вот уже после Нового года я буду застрадать этой фигнёй! По-моему, оно всё прекрасно, нормально проходит через эти облака! Мне, в общем, в ту сторону, я так понимаю, что мне налево! Сейчас оно всё пройдёт! В сторону облака, я так думаю, что мне нужно идти в ту сторону! Да проходи уже, ёханый бабай! Кобыла ты грёбаная, трёмголовая! Кобылина, кобылица! Уверена, что это женщина! С какой стороны? Оно что-то сломало! Оно там что-то сломало снаружи! Слышите? Пролонило какую-то стену! Дело в том, что я не могу сориентироваться по звуку, далеко оно или близко находится! И с какой стороны? Вообще, гипотетически, вот слева оно должно было пройти в правую сторону, а я нырнуть в левую, соответственно! Но что-то это как будто бы так не работает! Оно как будто бы близко! И как будто бы далеко! Вот сейчас близко! Мы определённо находимся в аду! Что вокруг-то? Ничего вокруг! Грязь и тряпки! Какое-то полотно, типа, я не знаю, напоминает мешковину! Да где эта тварь, блин! Сейчас умру ещё один раз! Или я отсюда пришла! Я фиг его! Да, блин! Что у вас тут происходит? Или я не приходила отсюда, или приходила отсюда! Ещё одно укрытие! Это что у нас? Да! Я, блин, отсюда пришла! Слушайте, я по кругу хожу! Фигня какая! Окей, я заблудилась! Великолепно! Просто великолепно! Фантастика! Фантастика! Стоит ли оставаться в маске? Или стоит её, может быть, снять? Или, наверное, не снять? Ой! Ох, он эта тварь! С какого расстояния она меня может увидеть? Внимание, вопрос. Тупает оно натурально, как лошадь какая-то. Знаете, что мне еще не нравится? В тот момент, когда я выхожу в укрытие, я не могу увидеть, что происходит с обеих сторон. То есть, мне нужно некоторое время для того, чтобы закончилась своего рода катсцена, и я смогла увидеть, с какой стороны враг. Вот это вот мне не нравится. Это очень медленно происходит. И потом я даже при большом желании не смогу вернуться обратно в укрытие, а она меня настигнет. Да где ты, блин? Ты там зависла или что? Капец. Капец. Сука. Это что? Так, что-то новенькое, что-то новенькое я обнаружила. Кстати, насчет масок. Фильтры для маски, они мне нужны или нет в данной игре? Противогаз, бесполезная штуковина. Фильтр забит, чем-то химическим пахнет ужасно. Нет, эта маска мне не подойдет, а вот это вот что у нас? Приказы ГАЗ, дежурный радиооператор, унтер-офицер Йоханнес фон Шмидт, дата 11 августа 2017 года. Внимание, строго конфиденциальный приказ дежурному офицеру, чтобы приблизить наш успех в ближайшие недели, необходимо увеличить использование снарядов «Зеленый крест», удушающего действия против вражеских отрядов. Снаряды «Зеленый крест» должны быть использованы вместе с новыми улучшенными снарядами «Синий крест». Вещество «Синего креста» поражает через маску. Оно проходит через фильтры простых противогазов и затрудняет дыхание противника, заставляя их снять маску. Дело остается за удушающими химикатами. Верховное командование армии. Я так понимаю, что данный приказ исходит из верхов, от чинуш, от генералов немецкого штаба, поскольку Йоханнес фон Шмидт – это мой главный герой. Ну, я так понимаю. Хотя, знаете, у меня возникал в процессе прохождения вопрос в самом начале игры. Мы видели, как нам оторвало руку. А сейчас у нас все руки на месте. Нам левую руку оторвало, и мы якобы умерли, истекая кровью. Ладно. Окей. Короче, мы были на говнистой стороне, которая использовала запрещенное химическое оружие. С помощью которого погибло очень много людей, которые, вероятно, могли бы сдаться и вообще не воевать. Однако. Это что? Ага, это укрытие. Ну, где? Где этот гребаный склад? Я не выдержу больше. И где эта тварь? Вот там еще, да? В следующем. В следующем. Немножечко пройти надо. Ё-моё-моё. Или нет? Нет, это просто лампа. А нет, есть укрытие, но... Блин. Фу, здесь-то что такое? Куда-то я пришла. Не могу сказать с точностью, куда именно. О, боже мой, нет. О, боже мой, нет. О, ладно. Сейчас будет какое-то дерьмо. То есть... Так, ну, в принципе, понятно. Мне нужно открыть какие-то вентили. Повертеть какие-то газовые вентили с газовыми баллонами. Дабы там произошел, видимо, какой-то взрыв. Один я сделала или как? Готово или нет? О, господи, как я не люблю такие истории. Я их просто боюсь. Я боюсь, это не для меня. Я хочу нападать и не защищаться. Продолжаем бродить по данным лабиринтам. Никак иначе это не назовешь. Спасибо, хотя бы землянки поделали. И, в принципе, спрятаться можно, если вы уже наловчились и знаете, что делать. То есть вероятность, что вы выживете. Малое, но все же есть. Окей, 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 окей. Окей, просто будь наготове. Просто будь наготове. Тебе придется идти вперед. Смерть не обманешь. Где этот, ладно? Где-то очень близко. Разработчики молодцы. Умеют нагнать страх вообще-то. Там, где газ, я так понимаю, она не пойдет, верно? Я правильно понимаю или нет? Откуда я вообще пришла? Йоторный театр, а? Через газ я вроде как проходила, да? Или не проходила? Звуки шагов все ближе. Ах ты ж, блин, беги, беги, беги. Почему я не бегу? Я не понимаю. В какую сторону, а? Ой... Ну, а тем не менее, как можно убирать уже что-то. Уже что-то, да, немного, но тем не менее, от неё... А ждать, пока она пройдет в обратную сторону или нет? Или она ушла? Ну там газ и тупик. По-моему, там газ и тупик. Так она должна обратно все-таки пойти. Она. Почему я к ней обращаюсь? Она. Потому что у нее женские ноги. А здесь вообще особое отношение к женщинам, хоть я посмотрю. Они выступают исключительно в качестве демонических тварей здесь. И сколько мне нужно повернуть этих вентилей, чтобы отсюда выбраться? Я не пойму. Ого, что ли? Так, труба, труба, труба. Куда-то она ведет. О, щи. Она не может сюда пройти или может? Беги, беги. Да беги, куда ты встал? Беги. А что, произошло? А что случилось? Она мертва? Твари мертва? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А как она пробежала, эта туша жирная, таким образом, что не сломала вот эти вот перегородки? Так оно взорвалось или и сдохло, или что? Я не понимаю. Вот эти вот надписи я видела, верно? Да. Склад боеприпасов. Взрыво опасно. Я пустила какой-то газ. Ну, что-то мне подсказывает, что это маловероятно, что это сработало. Рискнем здоровьем. Давайте рискнем здоровьем. Я уверена, что эта свод жива. Она меня где-то здесь поджидает. Башка. О, башка. Башка, да, 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 так, шикарно. Офигеть. Давайте я сфоткаю. Ну, разработчики, конечно, постарались, как могли. Вот так вот в представлении данной игры, в представлении создателей, выглядит Цербер. Это адский пес. Трехглавое страшилище, чудовище. Которое охраняет одно из врат в ад. По-моему, это был девятый или седьмой круг. Я, в общем-то, плохо разбираюсь, но, тем не менее, такое чудовище там присутствовало. Голова чудовища. Трофей наполняет тебя гордостью. Ты словно забрал силу этого монстра и присвоил ее себе. Вот уж сильно сомневаюсь. Тем более, там какие-то странные звуки. Ну, вроде как на череп вообще, на лошадиный череп похоже. Не на собачьи. Фу, а нахрена мне эта фигня? Зачем я ее с собой взяла-то? Я слышу чьи-то крики, чей-то вопль, рев. Эта тварь все еще жива, мне кажется. Может, даже без головы там где-то вроде. Жесть какая. Хорошо. И что теперь? Добралась я до... Так я тут была. Я здесь была на складе боеприпасов. Вот они. Ноздри обжигает запах пороха. Увы, от использованных снарядов никакой пользы. То есть, в смысле, я круг прорезала, нарезала круги, нарезала круги, убегала от этой твари. А в итоге никуда, по сути, не прибежала. Это же использованные гильзы крупнокалиберного снаряда. А от нас требуется настоящее, верно? Мы должны доказать свою лояльность режиму и доказать то, что мы на его стороне, вот этому мужику-слепому придурку, которому мы морфий вообще-то добывали. Я так понимаю, это пилот, который упал. Первая живая душа, которую мы встретили. Немецкий пилот. Господи, я ударную волну издалека почувствовал. Что произошло? Гнивые позиции свободны? Докажи. Ой, нахер иди. Доказать он хочет какие-то доказательства. Пес шелудивый. Вылезай оттуда и воюй, если тебе нужны какие-то доказательства, собака. Боже мой! Тварь, я тебя сейчас убью, честное слово. Где ты? Где ты, слепая гадина? Я уже ненавижу тебя, немецкое говно. Нацистское говнище. Фанатики. Фанатики это зло. Ну, в смысле, да здесь же открыто, то есть. О, боже мой. Здесь очень странные есть моменты в игре, и непонятно, это лаги, баги, или так и должно быть. Когда дверь открыта, но ты все равно не можешь пройти, а дверь, значит, как закрытая. Как запертая локация, куда ты пока что не можешь попасть. Где ты, Сэволочь? Я сейчас вот этой головой с тремя черепами тебя украшу. Я тебя буду бить. Большой перекресток. Ну, такой же небольшой, я бы сказала. Но вырыли вы приличные ямы. Я должен был убедиться, надеюсь, ты понимаешь. Неплохо для слепого, да? Да, типа балде. Глаза. До сих пор болят, еще бы. Это пару часов назад случилось. Но я вижу... Нет, нет, намного... Не дал мне ружье, сука, посмотрите. На него лучше, намного лучше. Я знаю, ты убил и то чудовище, которое сделало это со мной. Не стоило в тебе сомневаться, солдат. Хоть ты и не принес мне лекарства. Принес вообще-то. Но я и сам могу о себе позаботиться. Вот и забудьте. Вораг точно чума захватил страну. Они в нашей армии, в самом нашем отечестве. Я должен удерживать наши позиции здесь. Остальное теперь зависит от тебя. Вы серьезно, что ли? В одиночку седаешься? Иди по железнодорожному туннелю на востоке. Он тебя выведет, как к оружейному... Чему-то там. Они прекратили поставки. Что-то случилось на производстве. По слухам, кто-то устроил саботаж. Среди нас есть враг. Вот, возьми. Скорость темнеет. Ружьем не дай застань с поганым. Если сумеешь запустить станки, нам хватит взрывчатки, чтобы выиграть войну. Ты спятил, что ли? Мы здесь, нас двое. Ты ебнутый. Ебанцу дал, что ли? Динамо-фонарь. Динамо-фонарь не требует батареи. Фонарь можно носить на шее. Вытяните и отпустите шнур, чтобы осветить пространство вокруг. Когда автоматический механизм втянет шнур обратно, фонарь снова потухнет. Если необходимо, вытяните шнур повторно. Внимание! Слишком частое использование шнура может привести к поломке. Охеренно. И также ключ от восточной двери бункера. С этим ключом можно попасть в траншеи с востока от бункера. Ладно, забираем. Пока нам снова... Я на тебя рассчитываю. Ты наша единственная надежда, иначе нам не выбраться отсюда живыми. Мы здесь уже провели слишком много времени. Тебе не кажется, что ты уже умер, и я уже умер? И вот эта вот странная проволока на входе символизирует то, что мы в полной жопе, и нам отсюда никогда не выбраться. О, враг! Допадем... Допадем мы? На старания твои... Давай, спой мне еще, собака. На старания твои... Как я хочу убить вот этого мужика? Не вырвут победы. И с крепкой руки... Он что, ресницы подкручивает? И пусть умираем! Сюда по-прежнему зайти нельзя. Как ему это удалось? Нас один к десяти. Погодите, какой вы сказали? Куда идти? Где дверь-то? Какие туннели? Туннели, туннели, туннели. Офицер наладил связь. А, по-моему, я здесь была, да? Список пластинок, да, я это все видела. Список грамм пластинок. Или у них в каждой комнате офиц... В офицерской комнате. По набору пластинок буржуйка. Да, я это все видела. Жрал здесь кто-то что-то с консервочкой. Ладно, давайте искать... Э, вестерн, вестерн, запад. А нам куда? Восток, да? Юг, это юг, погоди. Юг. А вот это вот что? Туда вот? Куда-то туда. Ага, понятно, понятно. Сюда. Нет у меня желания слушать там пение вот этого засранца слепого. Та еще сволочь. Мог бы помочь нам, раз у него все так хорошо, как он описывает сам. Врагов мы сразим. Никого вы не сразите. Война уже проиграна. Просьба отца. Его сюда назначил отец, но я почти не узнаю нашего лейтенанта. Он со мной не разговаривает уже несколько лет, включая ту пару недель, что уже находится здесь. Сначала он считал меня паршивой овцой в семье, потом ненавидел за то, что я ушел на войну раньше него. А теперь он смотрит на меня свысока, и не только на меня, но на всех вокруг. Йозеф фон Шмидт. Вот такая вот семейная история. Два брата, которые терпеть друг друга не могут. Вот на самом деле не такая уж она, не так уж инова данная история, данный конфликт, данная ситуация. На самом деле довольно часто можно все это встретить в реальной жизни. Вот сюда нам надо, вот эту дверь надо открыть. Но вот это вот, давайте глянем, что здесь. А ну, матенька. Пройти нельзя, да? Здесь все заблокировано. Надпись, чего-то там надпись. И бочка миски с лотою заблокирована. Я так думаю, что мы сюда придем. Вот сейчас мы круг сделаем. И, наверное, вот этим путем мы будем возвращаться. Скорее всего. Скорее всего. Вернусь я сюда обратно. Через вот это. Вот по вот этой вот лестнице. Через этот туннель. Хорошо, хорошо. Пошли уже. Пошли уже. Посмотрим, что там дальше. Посмотрим, что дальше. Я уверена, что здесь будет монстров не меньше, чем в предыдущем главах. В конце концов, мы в Лимбе. Чтобы начать заряжать фонарь, удерживайте. Ага. Когда фонарь заряжен, отпустите. Понятно. В общем, речь идет о правой кнопке мышки. Мышечке нашей. Моей мышечке. Но я пока не буду путь тьмы. Я пока что не буду торопиться его использовать на всякий случай. Стоит придержать коней. Тем более, я бы не сказала, что здесь сильно темно. Но, мне кажется, здесь как в Алан Вейке. Не даром же нам дали фонарь. Свет нам нужен для того, чтобы чудищ распугивать. Я почти уверена. Здесь сейчас какая-то чертовщина начнется. Связанная с темнотою. Жетон. Личный жетон Хорста Вебера. Реклингхаузен. 88-го года рождения. Паренек был. Собираем жетоны, как было предначертано ранее. Это не основная наша задача. Но, мне кажется, если собрать, наверное, все жетоны, может быть, нам откроется некая тайна, некая отшивка или что-то в этом роде. Так света здесь, в принципе, хватает. Или все еще недостаточно. Увольнительная основа наступила осень. Война бушует уже три года. Я побывал дома и заглянул на чертах. Но вспоминать крестьяна слишком больно. Даже моих голубей не осталось. Мама говорит, они улетели. Но я не думаю, что это правда. Возможно, ей пришлось лгать в присутствии отца. Может, он сморил их голодом прямо в клетках. Он обстроил в подвале лабораторию. Мама, похоже, не знает, над чем он работает. Они больше не говорят друг другу ни слова. Йохан фон Шмидт. Да-да-да-да-да. Лабораторию мы видели. Он там испытания с какой-то кислотой проводил. С помощью этой кислоты мы открыли ворота. Ворота. Мы открыли ворота в сад. Такое вот дело было. Там были голуби, еще даже живые, по-моему. Но пара штук в клетках. Давай-давай, протискивайся. Что ж такое? Тощие, протиснуться не можешь, а? Вроде как чудовищ пока что нет. Вроде как. А это сволочь слепая. Он мне не дал взять ружье. Пес шелудивый. Если бы у меня было ружье, то я бы чувствовала себя гораздо более уверенно. В игре прекрасная музыка. Мне очень нравится, как атмосфера прекрасно показана, так музыкальное сопровождение шикарное. Придраться очень сложно к чему-либо. Есть, конечно, косяки. Но к сюжету пока что они отношения не имеют. Ну, и оптимизация игры вроде нормальная. Ну, в общем целом. О, нет, убор. Ага, опять ты здесь. Опять ты здесь, тряпичная сволочь. Ау! А как? Как пролезть? Да, тварь. Понятное дело, все это нереально. Мы находимся в каком-то вымышленном мире наших воспоминаний. Но я уверена, что это лимб. Это честилище. И мы в данный момент обитаем именно в честилище. Поэтому здесь демоны, поэтому здесь черти. Все подряд намешано. Комната писем. Здесь солдаты пишут сообщения домой. Ну, давайте напишем сообщение домой. Отлучшусь на секунду и вернусь буквально через секунду. Да, вот такая вот история. Окей. Знаете, хотелось бы всю новогоднюю ночь играть просто в игры. И было бы круто. Но обломись. Обломись, обломись, обломись. Практически уже. Так. Открытка от Каспара. Мама, папа. Урсул разорвала нашу помолвку. Урсул. Урсула? Урсул разорвала нашу помолвку. Пожалуйста, не волнуйтесь, если ничего больше от нее не услышите. Когда война закончится, настанет время новых начинаний. Может, и в Урсул снова заискрится надеждой, и она снова к нам вернется. Я не вешаю нос и выполняя свой долг перед Отечеством. Думаю о вас каждый день. Ваш сыр Каспар. Или Каспар. Я не знаю. Я без понятия, как правильно поставить ударение. А это что у нас? Красненькое что-то. Шнурочек какой-то красненький. Нельзя взять. Карандашик тоже нет. Играет спокойная музыка. Следовательно, я могу надеяться на то, что я здесь нахожусь в безопасности. Хотя в этой игре, как мне кажется, нельзя находиться вообще в абсолютной безопасности. Но это типа зона комфорта, где я могу расположиться, отдохнуть. Ящик, что ли, или что это такое? Пост. Да-да-да, почта. Почта. У вас почта. Вы даже почту Йохан и Бабай смогли построить прямо на боевой позиции. Вот это вот круто. Как посмотреть? Не могу я подойти ближе. Вы чего? Правила полевой почты. Солдат, соблюдая эти правила, по военной почте запрещено отправлять необычные письма. Любые формы. Закодированных сообщений, неразборчивые письма, подробные сведения о твоем местоположении, информацию о планах и тактике твоей роты. Будут проводиться выборочные проверки. Несоблюдение правил повлечет за собой жестокое наказание. Ну, это, в принципе, нормально. Так обычно и делают. Это что, для мешков, что ли, крюки? Вы что, отсюда мешки какие-то отправляли? Очень странно. Открытка, не прошедшая цензуру. Отказано в отправлении. Говорят, скоро мы направляемся на юг вместе с другими ближайшими ротами. Может, со сменой обстановки станет лучше. Никак не могу избавиться от этих проклятых вшей. Надеюсь, тебе не слишком тяжело приходится из-за голода. Я так по тебе скучаю. Люблю тебя, Мартин Покоро. Мартин? Из-за вшей вы не отправили его письмо матери или кому? Он там отправлял свое письмо невесте. Вероятно, женщине определенно. Может, он не написал, люблю тебя? Поэтому можно предположить, что женщине. И вы забраковали это письмо, потому что там про вшей написано? А ну-ка, машину можно осмотреть? Постой. Можно, представьте, можно. Давайте. Можно, наверное, даже... Ай, даже нужно. А может, и не нужно. Но я просто люблю шарить тут всюду. С другой стороны, что ли, зайти? Не пойму. Я так понимаю, что в нашей маске фильтры менять не нужно. Здесь я не была, да? Какая-то мастерская, как будто бы, да. Столько инструментов, а работать некому. Все они просто трусы. Вот бы этот гигант мог отправиться в битву. Жаль, что ты не механик. Гигант. А, ты правы. Это типа танк, что ли? Первый танк? Первый танк Великой Мировой Первой Войны. Первой войны, Первой Мировой. Это его верх или это его низ? Или это так он выглядит в идеале? А это его низ. Вообще, первый танк создал, насколько известно, Леонардо да Винчи. Еще в античные времена, во времена своей жизни. Ага, газ. Вот этот газ, понятно. В машине никого нет. Окей, ладно, идемте. Не буду задерживаться. Да у меня и желания нет. Здесь торчат слишком долго. Здесь тупик. Но сюда нас отправили, верно я? Да, по-моему, да. Хотя это было пять минут назад, но я уже забыла нахрен, куда иду и зачем. Да, нас отправили куда-то на восток. Не нравится тебе все это? А ты просто надеешься успеть перейти мост до того, как придет поезд. Что, блядь? Бежим. В смысле, он настолько длинный? Вот, блин. Разложение. Я так понимаю, что я все еще нахожусь во второй главе. Ну, то есть, главы здесь... Игра длинная. И, слушайте, она очень длинная. Гораздо длиннее, чем я могла предположить. А поезд? То есть... Вы серьезно? Что это такое? А, у меня тут баги, баги, шлаги, хуяки пошли, поперли. Быстрее, быстрее. Что это за стена? Что это за цитадель? Куда я вообще двигаюсь? А это что за фигня? Какого хрена? Типа это пасть. Пасть в ад. Очередная пасть в ад. Какой это по счету должен быть? Ну, по сути, по-моему, это должен быть как минимум. Четвертый. Третий. Ладно. Сбавим обороты. Это третий, как мне кажется. Круг ада. Я спускаюсь все ниже, все ниже. У меня такое впечатление, что в конечном итоге я встречусь с Люцифером. Там лично с владыкой ада. Где, где телефон? Куда? А, вот. Это ты, солдат? Отлично, ты почти справился. Нужно восстановить электричество, саму хрен. Тогда завод снова заработает. Но будь осторожен. Диверсант. Он один из наших. Это. Что это? Знаете, в мой мозг, в мое воображение закрадывается подозрение, что диверсантом-то был. Йоханнес. Мы. А может и нет. Но не похоже, что здесь кто-то есть. Совсем не похоже. А стоит ли дергать все это? Нет? Это должно прекратиться 13 октября 2017 года. Я приказал нашим заводам немедленно прекратить производство оружия. Гюрберт отказывается подчиняться. Он считает, что это было бы предательством. Что это за бумаги? Телеграфные ленты. Ошибка центрального элемента управления. Производство приостановлено. Типичные нацисты. 3-4. Что это? Температура нулевая. Ну, везде. Везде нулевая. Да, это потому что не работают. О нет, снова головоломка. Снова будет головоломка. 2-3. А здесь, соответственно, 1-4, что ли? Нет. Х-4. А, здесь буква. Да ладно, я в математике вообще полный профан. Не надо, вот не начинайте. Я вас очень прошу. Я не понимаю ваши приколы с цифрами. И с... Он дышит газом. Ага. Знаете, у нас предыдущий, да, раз мы сталкивались с трехголовой жуткой тварью, которая не дышит газом, не любит газ. А здесь у нас будет монстр, который дышит газом. Его этой фигней не напугаешь. Соответственно, мы сейчас будем в полной жопе. Опять по лабиринту метаться. Игра в какой-то... Ну, то есть в некоторых моментах, в некоторых локациях очень много элементов, да, позаимствованных из, как мне кажется, Silent Hill. Вот отсюда придет чудовище, да? Здесь что-то взорвалось. Трубы, походу, взорвались. А пролезть можно. Хотя я и половины не исследовала. Здесь есть на что посмотреть, здесь есть где походить. Но имеет ли это смысл? Ладно. Раз уж я сразу сюда приперлась, сюда и пойду. Сохранение. Шумим мы, дай боже. Шаги у нас. Давление печи с помощью оранжевых труб. Пар из печи можно направить в точку, где необходимо повысить давление. Поворачивая соединительные клапаны. Я не успела до конца прочесть. Какие клапаны нахрен? Мать моя женщина. Саботаж мы пытались подчинить станки, но они ломаются снова и снова. Мы думали, это враг саботирует работу, но виновника так и не нашли. Словно техника сама отказывается продолжать производство. Все другие исчезли. Я должен разжечь печь. Завод должен работать. Подпись Грюберт. Погодите. Сначала нужна вот эта вот какая-то свистулька сверху. Она должна засвистеть. Она имеет отношение к вентилю, который имеет отношение к этой фигне в 300 градусов. Великолепно. Я уже вижу, как я могу работать на таких производствах. Туда пройти нельзя. Я сгорю. Там фар идет. Погоди. Ну ладно. 300, 300. Да, блин, 300. И... Погоди, погоди, погоди. Стой. Да я не понимаю, что от меня требуется. Свистулька не засвистела. Другие здесь есть какие-то штуки, которые надо подергать, потыкать, потрогать. Вот... Нет. Это не оно. Там лестница есть. Но если я пойду, я сгорю. Я так думаю. Ау. Рабочие, вы бойцы в нашем тылу. Помогите бравым солдатам, которые сейчас отгоняют врага от наших границ. С божьей волей за кайзера и за отечество. Ну-ну. Берегитесь диверсантов, дивергентов, интургентов. Осторожно, короче. Я не помню, а что надо было делать? Ага, понятно, понятно. Мы продвигаемся, в общем, по сюжету. Когда вот эта свистулька заработает, офигенное, да, предположение? 550 теперь надо сделать. Чего-то я вообще не врубаюсь. 550 надо сделать. Ну-ну-ну-ну. Я не могу спуститься ниже. Вот сюда, погоди. Вот сюда, что ли? А потом вот это? Нет, еще раз. Куда? Д2. Что, блядь? Да я не понимаю вас. Нет. Откуда я пришла? Нет, все еще не работает. Б2, короче, Б2 надо сделать, да? А где у меня Б2? Здесь нет Б2. Здесь я только Б1. Либо неправильно вот здесь. Что-то неправильно. Ну, я поняла, 550 нужно, да, сделать? Ну, я не могу туда попасть. Ну, не получается. Ну, все правильно. В чем дело? Да, блинский, хорошо. Это был первый, я так понимаю, да? А теперь нам нужно, что сделать? Что за нафиг у вас тут происходят? Что за нафиг у вас тут происходят? Вот. 500 тоже не работает. Ну вот, все правильно я вроде поставила. Да, я уже все комбинации перепробовала. Все несколько сложнее, да? А1, Б1. А1, Б1. Б1, Б1, Б1. Ладно, с самого начала что-то было. Температура 550. Ну, все правильно. Это вот здесь что-то надо делать, вот тут. Я не понимаю, что вы мне хотите. А что я наверху делала, я уже не помню. Так как-то быстро все открылось, само собою. Дикий пиздец, если что. Дикий пиздец, друзья. Оказывается, вот тут еще херна какая-то. Дикий пиздец, который нужно поднимать на Б1, а здесь перенаправить на Б1. Б1. Б1, Б1. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok